Александр Северов представляет Здравствуйте, с вами снова я, Александр Северов Сегодня у нас будет на обзоре Планшет RoverPad Sky 9.7 На базе Андроида Ну, что сказать, здесь Это бюджетный планшет Камера здесь у нас спереди 0.3 мегапикселя, экран 9.7 с небольшим разрешением На 1000 с лишним пикселей Вот, то есть даже 720 пин Скажем так, нет разрешения Задняя поверхность у нас Черная матовая, как видите Все следы, все остается То есть это минус Это является каким-то Китайским клоном, потому что Эта компания не производит своих Планшетных ПК, она всего лишь Их копирует и клеит назад В свою лейблу Вот, сверху У нас есть кнопка включения Два болтика Микро-HDMI Да, микро-HDMI И вы уже могли заметить, что здесь два микро-USB Один микро-USB отвечает за зарядку Другой микро-USB за USB-хост Но тот USB, который подключается Используется для зарядки Его можно подключать еще и к ПК То есть, чтобы передавать файлы Но для зарядки здесь есть отдельный порт Под блок питания на 5 Вольт Вот он Такой кругленький, как в Nokia старых А вот здесь у нас уже кнопка назад Кнопка, то есть отдельная кнопка назад Вот она И качелька громкости То есть непривычные Можно как раз стыкать на нее Давайте его включим Вот В принципе, что у нас тут по изображению Давайте вот Планшетный вариант Его возьмем По изображению Яркость здесь Ну, скажем так Достаточно Неплохая яркость Автодатчика у нас тут Нет Есть Bluetooth, Wi-Fi Ну, по классике Подключение Wi-Fi Точнее как Он ловит Wi-Fi Так, в принципе Если оценивать по 5-бальной шкале Где-то на 4-очку Батарею у нас Он тоже держит в принципе нормально То есть он может очень долго быть в режиме ожидания То есть Последний раз он был 25 дней 23 часа в режиме ожидания Пока не разрядился в ноль То есть это как раз то время Когда Я ждал на него Touchscreen Чтобы его Поменять Вот То есть я его забыл выключить И все Соответственно Здесь версия прошивки 4.2.2 Также Версия этого планшета Есть с 3G Эта версия у нас Без 3G Да, насколько я помню Это Версия у нас Без 3G Да, да, да Все правильно Версия без 3G Вот Сюда вроде бы прошивочка есть чуть новее Но это уже можно узнать на 4PDA Здесь у нас Четырехъядерный процессор Гикоперативы Ну Скажем так Классический Вот В принципе так Работает более Мой Работает Более-менее так Шустренько Без каких-либо Особых Зависаний Здесь даже Играет в игры Вот здесь вот Все игры Что здесь вот представлены На данный момент Вот я вам сейчас показываю Вот Это все игры Которые идут Без Каких-либо Зависаний И лагов То есть И соответственно здесь Также поддерживается Такая фишка Что можно через USB-хост Подрубать внешнюю клавиатуру С мышкой И юзать его уже С клавиатурой И с мышкой Что хотел сразу бы сказать По браку этого планшета На матрице Вот даже на этом экземпляре Здесь есть брак То есть Брак очень такого Скажем так Высокого коэффициента То есть при покупке Нужно посмотреть Я не знаю Будет ли видно Вам на видео Но Здесь есть Мертвые пиксели Либо Можно это назвать Как выцветание Экрана Белые пятна То есть Усиление Как будто Цвета В определенной точке Они у нас Их причем Довольно много То есть Их можно заметить Они у нас тут Тут Они у нас тут Тут Как я сказал Вот здесь Вот тут И вот здесь Вот так вот Получилось Ну Это нужно проверять Перед покупкой То есть А Нет Даже вот тут Вот еще одна точечка есть То есть Это нужно Как бы Вот так вот Смотреть Проверять Вот Но в принципе Достаточно все неплохо А сенсор Ну Такое Отзывчивый Ну и в принципе Это он Он и стоит В принципе Немного Вот Что бесит Это вот этот звук Вот То есть Во всех Планшетниках Там как Там Вот этот Вибро Виброштука Она отдается Прям Ну прям Вот в корпус И ты прям Чувствуешь А тут она Ну Такой Какой-то Неприятный Непонятный Звук Вот Вот Которую Вибрации Которую Ты даже В принципе Особо И не чувствуешь Вот Так что Скажем так Его надо Отключать Как мне кажется Но Кто-то Пользуется Кому-то Удобно Вот Также Здесь у нас Монодинамик Ну Задняя камера Она знаете Такая Чисто Для галочки Не особо Какая-то Такая Хорошая Но есть Кнопочка Ресет Что Неплохо То есть Во многих Современных Планшетах Более-менее Современных Планшетах Ее убирают Почему Я не знаю Вот Ну В принципе Вот такой Вот Недорогой Бюджетники Планшете Подписывайтесь На канал Подписывайтесь На меня Вконтакте На меня В инстаграме И до скорой встречи Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok